История повседневности Там все время разговаривают о скучных вещах О дорожном покрытии О магазинах О жилищном вопросе Где так и напрашивается цитата из Булгака Но мы ее повторять не будем Вот сегодня мы будем говорить о советской повседневности Пермской повседневности 20-30-х годов Тут с первыми происходили в это время странные метаморфозы Пермь до этого почти полтора века была губернским городом Сначала мало благоустроен, потом более что-то благоустроен А в 1923 году свой статус потеряла Там были разные переименования, но смысл был примерно такой Пермь стал районным центром В общем, это райцентр Что-то вроде сегодняшнего Верещагина Я, наверное, не смогу объяснить причины Этого разжалования Перми Ну, может быть, потому что В 1917-18 году Уральский большевистский центр Как правило, находился в Екатеринбурге А про Пермь вспоминали только в связи С катастрофой того же названия Это в декабре 1918 года Немногочисленные белые части Захватили Пермь сходу С налета штурмом Причем именно штурмом, поскольку город не подвергся разрушению Не было там артиллерийских налетов Фактически не было уличных боев Есть пара мемориальных досок Ну, дело не в этом, не в досках А в том, что Пермь сдали сразу же Восточный фронт Красных едва не развалился Потому и катастрофа Потом ее там исправляли, выправили Но осадок остался И пролетарский Екатеринбург Взял переходящее красное знамя В Мещанской Перми Ну, а представим себе районный центр Да еще в эти годы Когда и Свердловские Жилищное строительство было относительно небольшим А чего строили в райцентрах? Ну, в Перми вообще в 20-е годы, пожалуй, почти ничего не строили За исключением нескольких зданий капитальной постройки Которые вот такими оазисами Кое-где стали возвышаться Над вот этой деградирующей дореволюционной застройкой И, в принципе, вот, конечно же, Перми отчасти повезло Местное народное хозяйство городское Возглавил старый специалист Дореволюционный еще Александр Евстафьевич Ширяев Который даже одно время был пермским городским головой Избран в 2017 году Но что могло сделать вот эта служба коммунальная, городская Которая, конечно же, имела недостаток и в финансировании, и в технике, и во всем остальном Ну, как-то бороться с этой деградацией Причем ведь Перми дореволюционная тоже не была вот таким уж прям европейским городом Если говорить о Перми в целом, да Был более-менее благополучный центр То есть Перми дореволюционная отличалась тем, что Резкие достаточно отличия были между вот этой центральной частью города И искусственное освещение И, значит, замощенные тротуары, проезжая часть, красивые здания Все это в центре А вот так называемые слободки В которых проживало, наверное, больше половины населения города Они ведь утопали в грязи И вот это был такой контраст Который связывался с социальным неравенством Там с имущественным неравенством и так далее Но ведь 20-е годы Это вот эта грязная слободка Втянула в себя и, в общем-то, и центральную часть города Водопровод не справлялся Водопровод не справлялся, канализация не справлялась Либо она там была разрушена уже Но тут какая-то странная вещь происходит Вдруг где-то на переломе 20-30-х годов Резко обостряется жилищный вопрос Я читал какой-то документ, правда, не пермский, а мотовилихинский Мотовилихин была уж к этому времени выделена из состава Перми В 1932 году красиво им присвоили, Молотова Потом Перм, скажем, по мотовилихин назвали Там директор завода, уходящий Большую справку написал, чего делать дальше Там много чего написано Но там есть одна замечательная идея Что вот на одного рабочего на заводе Приходится один квадратный метр жилплощади Я не очень представляю, как они на этом квадрате умещались Откуда вот такая переполненность? Ну, дело в том, что рост населения, он ведь тоже колебался Во-первых, достаточно значительно Если мы говорим о периоде первого максимума населения Это был период 16-17 год Во многом за счет гарнизона За счет вот этих всех сосредоточных здесь воинских частей Здесь действительно был очень уплотненный жилой фонд Затем население города ведь сократилось Отток населения в деревне Ну, это не значит, что они вымерли от тифа и от голода Нет, они по большей части просто разошлись по деревням Да, вот эти недавние горожане вернулись себе в деревню И поэтому в начале 20-х годов в Перми было меньше населения, чем в 16-17 годах Но жилого фонда и тогда не хватало Потому что пропорционально оттоку населения, может быть, даже больше Увеличилась вот эта разруха, значит, пригодные к заселению Муниципализированные вот эти уже национализированные здания Они, жилой фонд сокращался Площадь жилого фонда падала с каждым годом Пока вот не были проведены реформы, уже связанные с НЭПом То есть, а затем, все-таки, к концу 20-х годов начинается снова прибыль городского населения И в начале 30-х годов, наверное, это был основной фактор Очень любопытно смотреть, откуда пребывали Я никогда про это не знал, недавно про чем Оказывается, где-то к середине 30-х годов вернулись к временам посессионной мануфактуры То есть, к новым заводам приписали несколько сельскохозяйственных районов в Перми Причем почему-то у Издмуртии Смысл заключался в том, что отделы найма и увольнения Должны были там вербовать рабочих по согласованию с райисполкомом Я не знаю, как происходила вербовка, добровольно, недобровольно Но вот здесь сталкиваются странные вещи Здесь строятся большие заводы Ну, прежде всего, конечно, завод номер 19 по производству авиамоторов Любоводными, в общем, заводом к 1934 году Там трудилось 19 тысяч человек В этом году они собрали 25 авиамоторов Ну, понятно, что среди этих 19 тысяч 1010 это строители Причем строители разнорабочие, это сезонные рабочие Но им где-то надо было жить Вот они, собственно, и жили в этих бараках Где-то к середине 30-х годов, к 1936 году По-моему, жилищный кризис достиг своего пика в Перми По официальным данным На человека приходилось 2 метра 75 квадратных сантиметров С чем сравнить? Ну, примерно тогда же Были приняты нормы захоронения Так вот, там на одно захоронение полагалось 5 квадратных метров На живого 2,5, там чуть побольше А на мертвого в 2 раза выше Причем эти нормы, вот последние-то нормы как раз соблюдались Санитарные нормы вообще соблюдались И вот это, так сказать, огромная скучность Скучность в бараках Скучность в коммуналках Скучность в деревянных домах И одновременно Вообще одновременно в городе закрывается все В 1936 году закрыли в городе последний ресторан Тот, который сейчас Камой Сейчас называется, по-моему, уже не Камой Раньше назывался Камой Ради чего? Ради того, чтобы там разместить Сделать общежитие, ну, примерно для сотни рабочих И вот эта скучность определяла во многом Ну, образ жизни и поведение новых пермяков Был любопытный момент мнениями на партийной конференции 1936 года Секретарь Горкома говорит Смотрите, какой у нас замечательный завод построили В цехах стоят цветы Рабочие в белых халатах Там комиссия была московская И вот тут же прерывает рабочие этого завода В цехах говорит, да, и там цветники перед цехами А вы посмотрите в наших бараках Они у нас общего типа Что такое барак общего типа? Ну, получается, что это, по сути, боксы, да, в которых А общего типа это просто нары Которые в повалку спят люди, укрываясь обычно своей собственной одеждой Ну, там, говоришь, еще очень грязно И вот в это время тоже происходит любопытный эпизод На новые предприятия принимают не только рабочие, приглашают инженеров Кстати, их очень немного На том же заводе номер 19 Это вот сегодняшний авиадвигатель Среди 9 тысяч работников около 100 людей и 100 инженеров Правда, не надо думать, что инженеры Это те, кто имеет высшее образование Тогда инженерами считали выпускников техникумов Так вот, приехали молодые инженеры В том числе там из Харькова кто-то прикатил И ужаснулись Вот говорят, что горосполком-то вроде заводы-то строит А вот дус-то, чтобы морить, тараканов нету Трамваев вроде, трамваев мало Люди гроздьями на них висят Дети срываются Говорят, там, инженер был молодой Вроде, безобразие Ну, его послушали и говорят Нет, наверное, ты все-таки антисоветский настрой Здесь такие гадости говоришь Давай мы тебя лишим звания ударника Или лишили его звания ударника Впрочем, больше никаких особых таких-то и не было Вот это барачное жилье Фактически, ну, там, слабость общепита Как там говорили, на весь город Одна мощеная улица, коммунистическая Ныне, Петропавловская Ну, мощеные улицы, справедливости ради Надо сказать, они были Но они, конечно же, были во многом Это все наследие дореволюционной эпохи И некоторые из них, скажем, вот В годы гражданской войны Так называемые разрухи Они были покрыты уже слоем мусора Да, вот у Ширяева В его брошюре там описывается эпизод С улицей мостовой, которые откопались под мусором А потом ее снова закопали Но вообще-то булыжные мостовые, в отличие от мостовой, скажем, с брусчатки Да, вот то, что сейчас там пытаются сделать на красной пресне Или вот разбирать, это вот мостовая из брусчатки Все-таки булыжная мостовая – это более простая конструкция И вот эти буквально не обтесанные бруски А просто вот галька, да, вот округлой формы Которая, конечно же, ну долго не... Она проста в укладке Не требует какой-то вот такой сложной работы По созданию этой мостовой Но она недолговечна Она быстро приходит в... Ну, в такое состояние, когда сложно отличить просто вот от грязи В которой накидали камни И поэтому вот очевидно, что в Перми 30-х годов, безусловно, для жителей там столицы, да, Пермь производила вот такое Несколько мрачновато Ну да, город Харьков был столицей Украины Столицей Украины А нам, правда, было еще и другое обстоятельство Пермь в Японии считалась где-то в середине 30-х невероятной медвежьей дырой А там в 34-м году в Перми сменилось руководство партийное Нового секретаря Подобрали специально непьющего Такого некомпанейского Такого сухого, принципиального Из Свердловска Он там пропагандой и агитацией занимался Так ему за то, что он в Пермь поехал, автомобиль подарил Лично Компенсация за переезд Ну, а одновременно в городе работают вузы С вузами-то у нас были разные обстоятельства То есть в 30-м году у нас решили, что университет у нас лишний Ну, впрочем, не только у нас так решили И объединили его с пединститутом Вернее так, влили в пединститут Ну, сельхозинститут у нас был к этому времени совершенно отдельный Медики входили вот в состав этого самого института Что у нас еще в это время было? Ну, большую роль играл техникум Тогда вообще техникумы играли роль почти вузов Особенно вот не в столицах, а в провинции И многие преподаватели техникума Да, вот, ну, были примерно вузовского уровня Студенты, наверное, были примерно вузовского уровня Потому что, с одной стороны, вузы испытывали уже определенную деградацию, наверное Если мы говорим о Перми, то это очевидно По сравнению с тем, что еще в начале 20-х Да, в 20-е годы здесь были крупные ученые Которых Перм приютило Да, вот, и университет Пермский Действительно, вот, гордится этими именами Но они здесь в большинстве своем не остались Нет, ну, все-таки техниками давали хорошее образование А я опять вернусь в Матамириху Там в это время, так сказать, делали большие арт-системы Среди ведущих конструкторов был Алексей Плоскерев Он на самом деле считался крупным конструктором Там потом через 20 лет вспоминали Что молодые специалисты, прибывшие, кстати, из Харькова Из Ленинграда, с настоящими вузовскими дипломами У него многому учились И он, вот, был человеком, видимо, хорошим И вот, им еще и помогал просто так Так у него техникум был Правда, так сказать, кунгурский техникум Правда, так закончил он его перед революцией Ну, известный конструктор авиадвигателей швецов Ведь тоже базу своего образования получил в реальном училище В Пермском И вот, очевидно, что дореволюционное образование На уровне технических вузов И на уровне даже реальных училищ Ну, был вполне себе такой хорошей основой И даже, мы можем сказать, что, ну, безусловно У него были и другие учителя уже Когда он, собственно говоря, стал конструктором Но, все-таки, база-то у него была хорошая Большинству инженеров и технических специалистов Вот уже 30-х годов ведь приходилось, как правило Идти голопом, да, вот по всем этим цепочкам образований И через РАПФАК очень многие шли И, конечно же, здесь вот зачастую уровень был недостаточный Да, немецкие специалисты некоторые отзывались о советских специалистах Что зачастую они не знают вот АЗОВ Да, этому можно верить, потому что некоторые этапы образования Были, ну, вот слишком поспешно пройдены, да Вот эта РАПФАКовская система имела, наверное, свои недостатки Ну, вот в 1934 году в Пермь прибывает большая группа москвичей Прибывает вот на этот завод 19 Причем москвичи прибывают фактически, ну, не знаю, двумя эшелонами Первый эшелон – это инженер Инженеры, причем закончившие либо военную воздушную академию имени Жуковского Либо что-то очень, так сказать, похожее То есть пять лет учились, я специально проверял по этому самому Дальше у них было или реальные училища, или гимназия И одновременно кадровые рабочие Их очень интересно называли десятилетниками Это те, у кого был старший, соответствующий стаж, и даже больше На заводах авиапрома Если перевести на сегодняшний язык, то, вероятно, их считали варягами У них сохранялась московская прописка И не просто даже прописка, а жилплощадь в Москве То есть вот они здесь жили Жили они, кстати, первоначально в гостинице «Семиаташки» Сделали общежитием для инженеров Потом их передвинули ближе к заводу Люди там были, в общем, столичные Вели себя по столичному Ну, как-то пьяных играли В местную оперу ходили слушать Книжки выписывали, кстати, пользовались и иностранной литературой Это был совершенно новый слой, только очень тонкий К сожалению, этот слой фактически не пережил 36-38 года Ну, я думаю, просто их, так сказать, местная номенклатура Вообще, она их просто понять не могла Относилась к ним предельно подозрительно И весь 36-й год идут такие совершенно сплошные доносы На этих инженеров То они не те книжки читают То они не так улыбаются во время обсуждения соответствующих документов Ну, в общем, что делать? Столичные жители приживались с большим трудом Собственно, если бы их не было, понятно, что у нас бы не было авиамоторного завода Они создавали определенный культурный слой Который потом все-таки прорастал и прирастал Но и одновременно в город прибывает огромное количество в общем крестьян Ну, это характерно не только для Перми, это, в общем-то, общая черта И тут мы сталкиваемся с планом громадьев Нам страшно повезло Что в первую, вторую пятилетку далеко не все планы выполнялись Потому что по плану второй пятилетки Ну, во-первых, у нас должен был построен Камгэс Его, слава богу, в 54-м только построили И к Камгэсу должны были быть привязаны, я считал, четыре химических комбината То есть город должен был бы обмыть опоясанным вот этой химзащитой Даже лесохимический комбинат, магниевый и прочее И по производству, по-моему, еще каких-то гадостей Можно себе представить, с какими экологическими проблемами мы бы сегодня столкнулись Но уже и тогда столкнулись Столкнулись с тем, что в городе попросту не хватало хлеба Вот 35-й, 36-й год Это время каких-то совершенно диких очередей за хлебом Тут, правда, не очень понятно почему В те далекие времена на хлеб не выписывались наряды То есть хлеба можно было закупать сколько угодно Ну, 35-й, 36-й, это сравнительно благополучный год Да, сравнительно благополучный год Были-то несколько хлебозаводов Но они почему-то без конца ломались Выходили из строя или выходили на плановый ремонт О котором ничего начальство не знало Естественно, на все население Кстати, до сих пор не известно, сколько там человек живет 160 тысяч, если верить переписи 37-го года Или 300 тысяч, если верить городскому начальству в 36-м году Там приходился иногда один хлебозавод, отправляющий хлеб невысокого качества по магазинам Теперь представьте себе, горком находился, ну, собственно, там, где сейчас находится городская администрация Сейчас это угол Ленина и Сибирский, тогда это угол Карла Маркса и Ленина А напротив находился вот этот самый центральный гастроном Очереди занимали в 3 часа ночи, 2 или 3 часа ночи Очереди были длиннющие При поступлении хлеба трудящиеся брали гастроному штурм Их разгоняла конная милиция Разгонять не могла, поэтому стреляли в воздух перед зданием горкома То есть вот эта совершенно жуткая ситуация Причем горкома отвешивала выговоры Требовала, чтобы НКВД или прокуратура заводила уголовные дела Ничего не помогало Ни выговоры, ни уголовные дела, кстати, как ни странно, Свердловское начальство их быстро прекращало То есть, видимо, ситуация была схожей Вот этот перебой в снабжении Вот эти трудности вот С какими-то базовыми, что ли С удовлетворением самых базовых потребностей Это вот особенность вот этой пермской повседневной жизни С 30-х годов Ну, троицентов, в котором всего чего-то не хватает Но ведь этих недостатков полагалось не замечать Заметили Если эти детали быта шли вразрез с какой-то высокой патетикой И в данном случае патетика считалась, что ли, основой А мелочи быта как бы временными трудностями, которые обусловлены тем-то и тем-то Ну, как сказать В какие-то моменты эти мелочи быта вырастали в большую политическую проблему Дело в том, что тогдашнее руководство Помнило февраль 17-го года Не из учебников Вот совсем не из учебников То есть хлебные очереди выше определенного предела Бурная хлебная очередь, боевая хлебная очередь Напоминала им о том, что произошло, собственно, 19 лет назад Не так уж давно И секретарь горкома Александр Голышев на партийной конференции Говорил, что в очередях люди проклинают советскую власть И мы не можем с этим мириться И вроде не люди в этом виноваты Там была какая-то очень странная двойная оптика Открываешь доклад Там написано За годы советской власти Пермь превратился в мощный индустриальный центр Созданы там замечательные отрасли промышленные Если читаешь дальше С точки зрения бытовой и культурной Состояние абсолютно вопиющее Ни на что не похожее Требующее немедленного исправления и коррекции А выступающие сотрудники, так сказать, участники этой самой партийной конференции Они, в общем, правильного языка еще тогда не научились Они вот называли вещи своими именами Очень любопытные вещи Там пять лет, четыре, по-моему, пять лет строился городок чекистов Который на Сибирске Там, кстати, все начальство жило Кроме городского начальства, там жило еще заводское начальство Это заводское начальство, инженеры Привезли с собой приемники из Москвы Для того, чтобы слушать радиокоминтерно Так называлась первая программа А его невозможно было слушать Как трамвай пройдет, так помехи Ну, и с электричеством были перебои И перебой с электричеством Его просто отключали Причем в том же самом доме чекистов И вот он, так сказать, там инженер выступает Как же так, я не могу послушать Москву Ему говорят, тут трамваи вроде ходят Так и в Москве, говорит, трамвай, но там мне все, так сказать, там все слышно То есть вот какие-то элементы городского быта, городской жизни Они вроде бы присутствуют Вот радио есть, вот трамвай ходит Но вот как-то они друг с другом плохо согласуются А во-вторых, так сказать, трамваи плохо ходят В сторону Красного Октября, ну вот это за университет сейчас Ходило всего два вагона Перерыв в вагонах был примерно перерыв Где-то был час-полтора Люди висели гроздь Именно... Ну, то есть как бы есть общественный транспорт Есть общественный транспорт Но вот... Рассчитывать на него не стоит Ну, из того же завода номер 19 Если вот за вечерником студентам приходилось ездить в университет Для них выделяли специальный грузовой автомобиль, да, чтобы он их возил Потому что пешком было добираться... Далековато и рискованно, кстати Долго и не успевали они, да, к концу занятий можно было прийти Вот трамвай, в данном случае, ходил, ну так... Ну, ходил, только риск Редко, достаточно редко Ну, эта ситуация, она ведь и с водопроводом То же самое, по сути, было В некоторых районах города вода в водопроводе была только несколько часов в день Да, вот... В некоторых районах еще водопровода не было А в некоторых районах... Потом стали называть Орженихидовским районом, там не было водопровода А канализацию стали модернизировать всерьез только после войны Хотя, в общем-то, строили вот в период Первой мировой войны Строили ее по упрощенному в соответствии с проектом уже, да Такому принципу, там тоже было, прямо скажем, сэкономлено и заменено некоторые вот эти части канализации И в итоге она как-то прослужила вот невероятно долго, что не планировали, собственно, при ее создании Но вот все-таки вот эта специфика советской повседневности, в которой... Первых десятилетий Да, первых десятилетий Действительно, ведь это была очень бедная, очень такая жалкая жизнь с точки зрения быта И в то же время советские люди были ориентированы на вот... На то, чтобы фиксироваться на каких-то вот таких значимых, великих каких-то достижениях Ну, так сказать, для этого были специальные все-таки в повседневную жизнь входила не только борьба за хлеб Хотя, конечно, борьба за хлеб, это было очень важно Не только жизнь в переполненных комнатах Комната, где жило там на 20 метров 8 человек, правда, одна семья Совершенно не редкость, но вот живут себе и живут А, так сказать, там же были другие формы жизни Некоторые из них были достаточно страшноваты Это собрания, которые где-то с 31-го года по нарастающей идут вплоть до 38-го То есть, когда рабочие остаются после трудового дня На митинги, на собраниях Слушают, ну, может, просто сидят Производственная деятельность советских людей была уже с того момента плотно заполнена Всякого рода вот этими политическими дополнительными мероприятиями Собрание регулярной политинформации и так далее Но даже производственные совещания, казалось бы, вот там вопрос увеличения, да, производительности труда Решение каких-то конкретных проблем там в цехе, на предприятии Они ведь тоже были связаны с обсуждением международной политики С обсуждением вот там статьи в правде И с этого начиналось, с этим заканчивалось обычно любое собрание Ну да, но, так сказать, убежищем для горожан все-таки была работа Она была все-таки лучше, много лучше организована, чем быт Я уж там говорил про цветочки и белые халаты на заводе номер 19 Дело в том, что завод строился по американским технологиям И основной инженерный корпус вообще-то у этого штата съездил Посмотрел, как там делается Поэтому даже на, так сказать, 19-м заводе Даже Стахановское движение было построено совершенно не так, как в других местах Директор завода по-бережски на пленуме рассказывал Что нам ведь не нужно резкое увеличение количества Нам нужно качество Поэтому он рассказывал то, что вообще-то в других местах просто называлось научной организацией труда Вот, так сказать, рабочий на станке, у него не хватает деталей Он поднимает желтый флажок К нему, значит, по идее, подкатывают тележку И, значит, он это сломает У него что-то там сломалось, нужен ремонтник Он поднимает красный флажок Он выполнил, так сказать, норму, чтобы отвезли от него продукцию Он поднимает другой флажок Вот, так вот, так сказать, прямо как на флоте Ну, Олег Ильич, я читал протоколы совещаний вот тех же Стахановцев на заводе номер 19 И там зачастую совершенно непонятные вещи с точки зрения современного рационального человека Да, выступлений там, начинающимся с восхваления Стахановцев Дающих 400 процентов, да, вот нормы А в середине этого выступления человек описывает ситуацию с диспетчерской службой на заводе И говорит, что вот половину рабочего дня этот цех тратит на ожидание, в общем-то, этих деталей, да, нужных То есть Стахановцы полдня работают, полдня выжидают, когда им, значит, обеспечат детали, да Когда им там инструмент обеспечат, и при этом умудряются выдавать по 300-400 процентов нормы С точки зрения, ну, как бы, вот обыкновенного здравого смысла, ведь получается, что здесь явно какое-то, ну, мошенничество, да И что-то тут Но ведь этот человек не вскрывает тут же, да, вот говорит, что мы должны разоблачить этих двурушников Которые прикидываются Стахановцами, да, выдают нам эти липовые 300-400 процентов При этом полдня простаивают без работы, да Он заканчивает свою речь на том же мажорном, вот, в общем-то, стиле И объясняет, что да, мы должны развивать, улучшать Стахановское движение на заводе Ну, так сказать Логики с точки зрения современного, рационального, вот, способа мыслить мы здесь, значит, что не увидим вообще Но они искали выход, они понимали, что наладить организованное производство каждый день для всех в течение, там, года, это невозможно Давайте делать стахановские смены Стахановские смены, заранее готовили Заранее готовили Готовили оборудование, разогревали там печи, то есть вот подготовили Даже, простите, обучали немножко, обучали дополнительно рабочих Тем более, на самом деле, стахановец это рабочий, который профессионально просто лучше подготовлен Собственно, от него ведь не зависит количество норм Нормы, нормировщики ему сверху спустили Чаще всего, кстати, даже не заводские были нормы, а наркоматовские Ну, какие были нормы, те они и перекрывали Но когда стахановцы начали зарабатывать хорошие деньги, первыми восстали против вот этих злоупотреблений именно нормировщики Да Потому что это были как раз опытные рабочие, квалифицированные, да, вот эти должности ведь занимали рабочие со стажем Рабочие, высококвалифицированные, им было несколько обидно, да, вот что вот эти вот зачастую фальшивые рекорды, да, и соответственно Подготовленные рекорды, сделанные не самыми, так сказать, подготовленными людьми Да, да Кстати, очень любопытный социальный слой, социальная структура города Недавние, недавние молодые вот эти рабочие Да, недавние, так сказать, я имею в виду вот, что вот мы там встречаем слой рабочей аристократии Такие ветераны, ветераны рабочие Некоторые из питерских заводов всегда эвакуированы во время Первой мировой войны, некоторые местные Ну и с дореволюционным стажем С дореволюционным стажем Вот из них, кстати, нормировщики формировались Их, кстати, очень не любили, потому что хороший нормировщик, вот он приходил и все досконально замерял И рекорд уже было крайне сложно после этого сделать Ну да, рядом с ними люди номенклатурные, кстати, очень разные Ну, в общем, Пермская номенклатура из Свердловска вставлялась, но там часть, в общем, москвичей А рядом с ними вот огромная масса, так сказать, даже нельзя назвать бывшим крестьянином Потому что он по образу жизни все равно крестьянином и остался И для того, чтобы выжить, ну, вот он тут пытался огородик завести Не воспрещалось там, где есть такая возможность, скот завести и так далее Поэтому город Пермь в это время городом-то, наверное, назвать нельзя Но ведь и города в современном смысле слова еще не было Для большинства людей не было небольших магазинов, вот этих привычных уже нам Детский мир, который там назывался универмагом, уже был Общественное питание только на заводе, если ты там получал какие-то, да По преимуществу, и несколько кафе, как я выяснил, в 1936 году фактически по коммерческим ценам Ну, очень низкого качества То есть, да, на самом деле того города, с которым мы привыкли в это время нет Практического места? Масса заводских поселков, так сказать, слобод Некоторые из них лучше организованы, вроде соцгородка в Мотовилихе Ну, его так не удалось достроить Ну, и сельский сельский быт, вот это колоть дрова, ходить за водой Ну, здесь уже не к колодцу, а к этой колонке, но, тем не менее, ходить А можно и к колодцу А может быть и к колодцу даже, да И затем топить эту печь Но, тем не менее, заработная плата более-менее регулярна Возможность стать стахановцем, ну, в принципе, доступна Ну, и лифты все-таки работали, социальные лифты в 30-е годы Через комсомол, через... И некоторые элементы какой-то нарядной повседневности То есть, городской парк Это все-таки лучше, чем в большинстве сельских населенных Да, и не только Ну, и кинотеатры, и стадионы все-таки Кинотеатры, стадионы Просто, так сказать, просто театр В белой футболке, в белой майке, в белых штанах, да В тапочках ты можешь побегать по этому стадиону и... Или пройти первом, так сказать, пройти 1 мая Это красиво, это, в общем, скажем... Наглаженные рубашки Да, и вот если бы, кстати, вот этой праздничной, нарядной стороны жизни не было То, наверное, было очень трудно все выносить Но вот это немножко примерялось с действительностью А может быть, даже и формировало новую действительность Ну, в принципе, мы должны помнить, что большинство ведь молодых людей В то время смотрели с определенным оптимизмом, да Вот действительно убеждение, что это такие трудности, которые мы преодолеем, да Вот... Да, сегодня плохо Через год через... Вот сегодня здесь плохо В 1937-м объяснили, почему сегодня здесь плохо Потому что кругом вредители То, что вредители из начальства, это тоже было совершенно понятно Потом ясно, ну, сегодня плохо, завтра будет хорошо Лозунг там, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее Значит, уже где-то веселее, но у нас тоже, так сказать, через некоторое время это будет Социальные лифты, я снова повторюсь, работали И это придавало вот этой самой атмосфере повседневности Некоторый особый вкус, который мы сегодня, наверное, не заметим Радоваться мелочам Вглядываться, так сказать, в звезды, кремлевские звезды Ну и кто-то ведь реально ходил в аэроклуб и прыгал с парашютом И все это было вполне себе уже, ну так, не из газет Ну нет, это было уже, в общем, где-то доступно То есть, да, действительно, ну, можно выйти Аэроклуб был, и парашютные вышки И парашютные вышки были И танцы по вечерам И танцы по вечерам И рядом было военное училище Где-то, так сказать, мальчики, за которых можно было выйти замуж Кстати, я не говорю Что немаловажно для молодежи Для молодежи Ну да, для мальчика возможность туда поступить Получив там 7 классов Так что вот эта повседневность, она, так сказать, не может быть Обозначена, ну, в сегодняшних терминах Сегодня, можно сказать, ну, какой-то типа ужас Для современников это было не ужас, а жизнь И в этой жизни были счастливые и ясные моменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!